Привет, это я Антон Бустер и сегодня мы поговорим про фриланс площадки. Я сегодня хочу рассказать вам, как заходить на эти площадки, да, мое мнение поделиться, расскажу как сделать так, чтобы вас не кинули, как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика, потому что как раз таки месяц назад меня кинули на полтос и хочется об этом рассказать, показать в лицо вот этих людей, которые, как они выглядят вообще и как они ведут себя и на что нужно обращать внимание. Поэтому советую досмотреть этот ролик до конца и поехали. Сейчас я расскажу немножечко о ключевых моментах, которые тебе нужны на старте, а потом расскажу про свою историю и последний инцидент, как не попасть, скажем так, в просрак. На рынке сейчас на самом деле очень большое множество площадок и в то время, когда я начинал заходить на них, я держал в голове только несколько. Это был fl.ru, фриланс, по-моему, какой-то, ru или com, workzilla были, потом я узнал про 5hands. Короче, их очень много. Сейчас же, допустим, если на зарубежные рынки смотреть, очень актуальны площадки такие, как Fever, Upwork и в каждой есть свои алгоритмы и в каждой есть свои тонкости и нюансы для того, чтобы успешно себя позиционировать, да, и зарабатывать неплохие деньги. Я, в свою очередь, как саунд-дизайнер, на самом деле, нашел первые свои заказы игровые, первые заказы по каким-то интересным проектам и что же нужно для того, чтобы себя закрепить там. Важнейший ключевой момент при работе на фриланс-площадках это грамотное и качественно оформленное портфолио. Как его оформить, когда ты только начинаешь? Помогают всякие первые какие-то монтажи, можно поработать с футажами, можно сделать редизайн, если ты саунд-дизайнер, как я, да, и первые твои работы дадут вам первый недорогой проект. А что нужно еще для того, чтобы получить первый проект? Второе это быть на связи и отслеживать постоянно новые заказы, чтобы первым его выхватить, а это говорит о большой конкуренции. Вы должны понимать, когда вы приходите на подобные сервисы, у них есть свои алгоритмы, у них есть уже своя база исполнителей и также и база заказчиков, да, и нужно это учитывать. Чтобы быть, скажем так, конкурентно способным, вы должны чем-то отличаться. В дальнейшем, когда вы начинаете набирать обороты, конечно, тут уже играют и крутые отзывы, и крутое оформленное портфолио, безопасные сделки и множество-множество вот этих точек соприкосновения с вашим заказчиком, которые могут повлиять на выбор именно вас как исполнителя. Еще один важный момент это конкуренция в сроках. Если вы понимаете, что ваш скилл не позволяет вам сделать быстро, качественно, недорого в срок, который предлагает заказчик, и вы понимаете, что уже большое количество откликов, тут играет такая роль, да, при выборе вас как исполнителя, это именно демпинг, демпинг во всем, то есть ценник, сроки, там, не знаю, какие-то бонусы, плюшки, да, то есть что вы можете дать такого, чтобы среди, там, 10 исполнителей выбрали именно вас. С одной стороны, это крутой метод, чтобы привлечь, действительно, к себе внимание на старте, но с другой стороны, это обесценивание себя, да, и обесценивание рынка в том или ином сегменте продакшена. Если это заграничный сайт, какой, там, по типу Upwork или Fever, у них свои алгоритмы и свой принцип работы. К примеру, на Upwork есть свой софт, который помогает отследить, какое время действительно работали над его проектом, если это часовая, допустим, ставка. И подробнее, кстати, про эту площадку мы поговорим с моим учеником Иваном Танашевым, который очень долго работал на подобных сервисах, и он расскажет вам подробнее. Получилось, как бы, FLMU служил такой, как бы, промежуточной точкой. То есть это у меня, в моем случае, так сложилось. Потому что там я увидел вакансию, где написано было, парень написал, что, как бы, ищу ребят, которые пишут музыку, там, Reaper, QBase, Logic, там, да-да-да. У меня уже был портфолио на джангле. Там, что-то, не помню, сколько пищу. Чуть больше тысячи продаж, в принципе. Ну, так не сильно много, но, как бы, один трек у меня, там, выстрелил в свое время. Вот. У меня, там, штук 70 было треков. Я скинул, как бы, и он говорит, о, типа, то, что надо. Давай, буду у тебя покупать треки по два... Ой, по две тысячи, короче, за трек. Я думаю, дешево. Он думаю, ну, ладно. Че, я буду, короче, ему клепать. Я ему клепал, потом он ему штук 10, наверное, треков продал. Он мне говорит, а я вообще на Fiver'е работаю, типа, еще параллельно. Я говорю, о, че это? Он говорит, ну, рассказывал, говорит, фриланс-площадка, такая-такая. Потом где-то через какое-то время, может, через пару недель, я начал задумываться о том, чтобы уйти на западные площадки. Потому что смотрю, что на российских что-то как-то... Ну, мне показалось, что что-то как-то по деньгам. Ну, и у меня как-то так сложилось, что я не так много времени там провел. Ну, от силы, может быть, два месяца я всего был на FL.ru, когда я вот встретился с этим парнем и на западные площадки. Я, короче, начал, зарегистрировался на Upwork. В принципе, там довольно-таки просто. Единственное, там, как бы, верификацию нужно будет пройти. Поэтому хорошо, если вы знаете английский хотя бы speaking. На Upwork'е много работы, сразу скажу. То есть, прям, ну, немало. То есть, в сфере звука, может быть, не настолько узкоспециализировано, как, например, вот только саунд-дизайнер. Но, как правило, люди, которые работают со звуком, да, как мы саунд-дизайнером, мы можем, по-моему, чистить что-то и там музычку подписать и что-то, короче. Вот в таком плане довольно-таки много работ. Вот. Но на Upwork'е нужно немножко там разобраться. Там есть система по часовой оплате. Вот. По часовой оплате выгодно, когда ты делаешь какие-то крупные, бывает, проехать. Когда ты на аутсорсе работаешь какой-то. Может быть, тебя возьмут какую-то команду. Бывает такое, что какой-то проект у них. На самом деле, как бы, все относительно было нестабильно. То есть, в один месяц я мог, например, там, 2000 долларов закрыть. В следующем месяце, там, 500 было. В общем, Fiverr, они довольно-таки жестко поступили с российскими фрилансерами. То есть, они просто заблочили все кампу. То есть, как бы, они временно заблочили. То есть, они их, типа, заморозили. Никто ничего не удалял. Ну, вот, как бы, они написали, главный разработчик, фаундер этой компании, он написал, типа, что мы солидарны, как обычно, да. Выводы были все через PayPal в основном. PayPal и Payoneer, кажется. PayPal тоже заблокировал все российские аккаунты. То есть, раньше можно было просто хотя бы с российских аккаунтов. То есть, они дали время, чтобы вывести финансы, и все. Например, у меня есть приятель, у которого есть паспорт Уганды, и у которого есть PayPal. То есть, он мне дал, скажем так, в пользование свой PayPal. Получается, я, как бы, через P2P-сервисы, то есть, есть сайт bestchange.org, называется. По-моему, так. В общем, там есть, как бы, ну, это, типа, такой P2P-обменник, где много-много-много разных вариантов. Там можно выбирать обмен. Например, там, скрипты на банк, скрипты, например, на другую крипту, там, на PayPal. И вот там есть вывод с PayPal'а на Сбер, или на Тинькофф, или на Альфу. И тут, конечно, нужно понимать, что вам, скорее всего, в какой-то определенный период надоест работать с дешевыми заказами, да, и постоянно быть вот в этом ритме продакшена, потому что, если вы работаете над каким-то, даже сложным проектом, вы взяли его и делаете его долго, но получаете, там, 80 на 20, грубо говоря, 80 вы фигачите, а получаете выхлоп в 20%, конечно, это долго на таком не протянешь. Вы начнете выгорать, вы начнете уставать, и тут вы уже начнете задумываться, что сделать такого, чтобы клиент платил за свою работу столько, сколько нужно. Тут уже главный момент, конечно, когда вы набрали вот этот пул работ, да, грамотно их оформить и показать клиенту, что вы делаете, за какую цену и почему это стоит столько. Вы должны описать все этапы, что делалось, либо расписать четко, сколько по времени делался тот проект и сколько вы берете за час. То есть, чтобы было все прозрачно, открыто и понятно для исполнителя. Если этого нету, и вы пишете суммы с бухты-барахты и присылаете несоответствующие этой цене какие-то примеры работ, конечно, вряд ли вас выберут. То есть, тут ключевой момент, именно грамотно оформить портфолио, грамотно оценить свою работу и пытаться выдернуть уже более адекватных заказчиков, которые понимают уже, как работает продакшн, да, в том или ином заказе. Каждый исполнитель рано или поздно выступает в роли заказчика. Сейчас я покажу свои ошибки, которые я допустил, хотя многие из них я уже встречал, знал и не первый день, скажем так, живу. Но, тем не менее, в силу загрузки бываем мы невнимательны. И вот сейчас как раз покажу, на что стоит обращать внимание. Тут, на самом деле, поэтапность настолько простая, что я даже не понимаю, как я умудрился вляпаться в это дерьмо. И шаги такие, то есть, оставляется заказ, куча откликов. Вот эта дурно пахнущая персона как раз таки и откликнулась. Обращать внимание, на что нужно отзывы, на безопасные сделки. И тут явно он постарался, да, как-то все это обошел, сделал, там сам накидал. Следующий этап, конечно, это перевод в соцсети. В соцсетях расписывается все умно поверх использования НЛП, что я такой специалист, я все знаю, хотя осыплю вопросами знатно, то есть, чтобы действительно моя работа была сделана. Максимальное втирание в доверие, на что нужно обращать внимание. Следующий этап, это договора, да, то есть, здесь тоже схема какая-то не до конца мне понятна. Сфигурировала ИП якобы его жены. ИП вроде действующая. Окведа, он сказал, совпадает. Я тоже их не проверил. Я мудак. И дальше, соответственно, идет классика жанра растягивания срока. 30 дней это, типа, там, досудебное решение вопроса. Далее уже судебное. И поэтому, наверное, на то и расчет, что люди не хотят идти в суды и пытаться что-то там доказать, потому что не знают законов. Ну, вообще, в идеале, конечно, на старте сразу юридически проверять все фишки и не уходить с этих площадок. Но тут есть тонкий момент, что у них наценка, да, когда ты заказываешь именно через безопасные сделки, да, там у них вроде какой-то там процент идет с сервиса. Но в любом случае лучше переплатить сюда тогда, да, наверное, чем потерять в три раза больше. Вот такая история. Да, кстати, он есть в социальных сетях. Вот это, не знаю, как его назвать. Ну, человеческое существо, которое имеет вот такой вид заработка. А, кстати, я вам еще сайт не показал за 50 тысяч предоплаты, которую я внес. Новый сайт от Владимира Кунилинговского. Так, OpenFigma. Что тут получается? Ай, Володька, наделал красоты. Ты посмотри, какой прототипище ты замутил. Вот, люди добрые, обращайтесь. Это неплохой специалист, я вам скажу. Дизайн где-то обещанный должен еще быть. И я бы хотел, чтобы те люди, которые сталкиваются с такими ситуациями, а бросали меня так же, как и исполнители, да, заказчики крупные, даже бывают компании, там, когда команду нашу кидали. То есть я бы хотел, чтобы все рассказывали о таких моментах и показывали вот этих персонажей в лицо, чтобы им в будущем, я думаю, это как-то обернулось, вот. И на самом деле нужно наказывать, да, и решать, пресекать, тем самым формировать рынок честного труда и стараться притеснять, а не давать большему развитию вот подобных, подобного вида заработка и развития вот этого вида, скажем так, мошенничества. В общем, кризис, он такой, да, сложный, да, и хотелось бы пережить его, и хотелось бы, чтобы у всех было хорошо, поэтому, ребятки, не попадайте в такие ситуации. Я надеюсь, что вы поддержите меня лайком, а вот эту персону дизлайком, и мы будем дальше двигаться умнее и мудрее. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова